Посмотри на драгоценного Иисуса, который сегодня спасает, исцеляет, освобождает, дает процветание и благословляет. Это твой день для чуда. Иисуса, который сегодня спасает, дает процветание и благословляет, дает процветание и благословляет. Иисуса, который сегодня спасает, дает процветание и благословляет. Иисус, 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 который сегодня спасает, дает процветание и благословляет. Поднимите руки и скажите, «О мой Господь-Целитель! О мой Господь-Целитель! Громко скажите, «Ты мой великий врач, мой Целитель, мой Спаситель, мой благословенный Избавитель! Иисус! 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 Прощение и исцеление идут рядом». Псалмопевец сказал, «Благослови душа моя Господа! Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, всего лишь одним дыханием». Иисус сказал человеку в Матфея 9,6, «Твои грехи прощены, встань и иди, все вместе». Ведь исцеление — это результат искупления. Не принимайте сегодня только 50% всех благ. Примите 100%. И это не только передняя сторона креста, но и задняя сторона креста. И передняя — это спасение. Задняя сторона — это исцеление. И сегодня вечером помните, что он был изранен за грехи нашим, мучим за беззакония наши, чтобы мы получили мир и ранами его мы исцелились. Не настраивайтесь на меньшее, чем все это. Всякий раз, когда крест был представлен в Библии, приходило исцеление. Число 21 глава. Когда они согрешили против Бога, змеи жалили их. Но когда крест был открыт, когда Моисей поместил медного змея на знамя, и Бог сказал, «Кто посмотрит на него, будет жив». Вы можете себе представить очередь людей, как они выстраиваются в очередь, чтобы посмотреть на медного змея, и как сила Божья касается их. Они видели крест и работу креста, хотя они еще ничего не понимали. Я всегда говорил, что если Бог исцелял Израиль под законом, насколько больше Он исцелит нас под благодатью? Если Он исцелил их, когда они еще ходили в тени грядущего, почему же Он не исцелит вас, если вы уже ходите в реальной сущности? У них была тень будущего, у нас же реальная сущность всего. Они были все исцелены, когда ходили еще в тени будущих благ. Если Израиль, если три миллиона евреев были исцелены под тенью этих благ, то подумайте, что мы получим, живя в реальной сущности этих благ. И эта сущность – это Иисус, Сын Бога Всемогущего. Исцеление – это ваш удел. Это хлеб для детей. Вам не нужно и дня болеть в вашей жизни. И если болезнь приходит, идите к Господу, и Он тут же исцелит вас. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благ спасения. Они принадлежат тебе. Эти блага Бог дает тебе даром. Он прощает все твои грехи и исцеляет все твои болезни, и освобождает твою жизнь от разрушения, и венчает тебя милостью и щедротами, и буквально насыщает твои уста благами, и обновляется юность твоя подобно орлу. Кто-нибудь скажите «Хвала Господу». Он был изранен за грехи наши, и мучим за беззакония наши, чтобы мы получили мир. Библия говорит нам «Пораженный дух, кто может подкрепить его?» И Библия говорит, что Иисус был изранен за грехи наши, и это означает грехи нашего духа, и мучим за беззакония наши. И слово «мучим» означает «сокрушаем». Иисус сказал в Гефсиманском саду «Душа моя в смертных муках». Он забрал мои беззакония, когда его душа была мучима, сокрушена. Он понес наказание в своем теле, его тело было сокрушено, чтобы я был исцелен. Он дал мне мир, и ранами его я исцеляюсь. И это тройное исцеление, тройное исцеление для духа, души и тела. Бог исцелил ваш дух, когда вы были спасены. И как же истинно и верно утверждение, что мой дух был спасен, моя душа спасается, и мое тело будет спасено в день воскресения. И сегодня Бог хочет исцелить ваше тело, потому что Он спасает наши тела. Библия говорит Ефесянам, что Он спасает наши души и тела. И что мы должны сделать? Нам нужно отдать Ему наши грехи, отдать Ему наши болезни. Бог прощает вас, когда вы отдаете Ему ваши грехи. Бог исцеляет вас, когда вы отдаете Ему свои болезни. Просто отдайте их Ему. На этого мужчину напала собака. И его левая нога была сильно повреждена. И она очень распухла. Он не мог нормально ходить, двигаться. Были сильные боли. И он не мог ходить без палочки из-за боли. И она сейчас ушла. Дорогой Иисус! Дорогой Иисус! Дорогой Иисус! Да, воздайте Господу славу! Давайте, помогите Ему подняться. Уберите эту палочку от Него. Начните ходить. Вы почувствовали, как сила Божья прошла через вас. Да, я весь горю от силы Святого Духа прямо сейчас. Вы почувствовали тепло. Боль прекратилась. Извините? Боль прекратилась. Иисус, 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 Иисус. Кто-нибудь скажите «Хвала Господу». Присаживайтесь. Давайте, Эндрю, помоги Ему. Бог да благословит вас. Бог да благословит вас. Верните Ему его палочку. Что, извините? Вы не хотите ее обратно? Тогда пойдите и продайте. Нет? Нет? Спасибо вам. Да благословит вас Господь. Джим. У этой женщины было сильное сердцебиение. Святой Дух повел меня к ней. Мы молились, и Господь прикоснулся к ней. И ее подруга была рядом с ней, и у нее были проблемы с бедром. Ее бедро исцелено. Иисус, о, дорогие, помазание на вас. Так прекрасно. Мы можем помочь им подняться? Давай, Эндрю, быстрей. Разве это не прекрасное помазание? Такое прекрасное. Такое прекрасное. Кто-нибудь скажите «Хвала Господу». Помогите им спуститься, пожалуйста. Джим. Этой женщине назначили исследование, чтобы узнать, нужна ли пересадка. Бог да благословит вас, дорогие. Назначили исследование, чтобы узнать, нужна ли ей пересадка сердца. Вчера вечером она была на служении. Господь коснулся ее. Она полностью здорова. Она хорошо спала. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Прекрасное помазание на вас. Прекрасное помазание. Вы с ней? Иисус. 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 Помогите им подняться. Ты должен помочь нам, Эндрю. Давай, брат. Они как будто немного напились. Совсем немного. Я знаю, что им трудно идти сейчас. Джим. Отек. Припухлость была исцелена сегодня вечером. Святой Дух. Ты пришел. О, благослови. Иисус. Я так рад. Я переживаю помазание. Я немного отвлекся. Помазание очень, очень сильное. Все хорошо, дорогая. Все хорошо. Дорогой Иисус. Прекрасное помазание на вас. Прекрасное. Разве это не удивительно? Такое помазание здесь. Поднимите руки и скажите, Святой Дух. Давайте. Его сила такая прекрасная. Давайте, помогите, Эндрю. Эндрю. Помогите Дэвиду. Джош, помогите женщине. Энвер, тебе нужно это пережить, брат. Это потрясающе. Может кто-нибудь подойти и помочь этой женщине? Помогите ей спуститься. Джим, 10 лет у нее была фибромиалгия. Кто-то помогите Энверу. Дорогой Энвер. Припухлость и несгибаемость в ногах, по всему телу. Она вышла в проход и все ушло. Иисус. Фибромиалгия – это серьезное заболевание. И Господь исцелил вас от нее. Это прекрасное помазание, дорогая. Это сила Божья. Аллилуйя. Как долго вы страдали от фибромиалгии? 10-15 лет. Во всем теле. Спасибо. Что произошло с женщиной? У этой женщины было только 40% слуха. Слуха? Слуха. И теперь она хорошо слышит. Воздайте Господу великую славу. И это ваш слуховой аппарат. Дайте мне его. Вот он. Вы меня слышите? Вы можете закрыть мой микрофон? Вы можете слышать меня? Да. Я также могу читать по губам. Извините? Я обычно могла читать по губам, чтобы понять, что говорят. Но я могу слышать, и мне не нужно смотреть на вас. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. И как долго вы носили этот аппарат? 12 лет. Может быть, 15. 12 или 15 лет она носила это. И теперь она может прекрасно слышать. Давайте воздадим Господу великую славу. Вот, дорогая. Бог да благословит вас. Господь, я воздаю тебе хвалу. Я воздаю тебе хвалу. Иисус. О, Иисус. Джим. Пастор, у нее была глаукома. Она почувствовала присутствие Господа, как сила Божья сошла на нее. Посмотрите на прекрасное помазание, которое на людях. Мы можем воздать Господу великую славу за это. Ее глаза мгновенно начали видеть, когда сила Божья коснулась ее. Играйте тихо, пожалуйста. Расскажите, что произошло, дорогая? Мгновенный ответ. Благоукома. Что произошло с вами? Я просто знала. Я знала. Она ушла. Она ушла. Давайте, народ Божий. Это потрясающе. Я имею в виду, что чудеса невероятны сегодня вечером. Невероятны. Посмотрите, какая она замечательная. У вас больше никогда не будет глаукома, дорогая. Никогда больше не будет. Никогда, никогда больше не будет во имя Иисуса. И народ Божий доскажет, живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Какое сильное обетование. Какое великое обетование. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя. Бог мой, на которого я уповаю. Он наша защита. И Он обещал, что никакое зло не приключится тебе. Он избавит от гибельной язвы. Он любит тебя. Ты так дорог Ему. И ты настолько особенный для Него. Он сказал, любовью вечную я возлюбил тебя. Его любовь навсегда. Она вечная. И Павел написал эти удивительные слова. Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Подумайте об этом. Если бы все ангелы славы встали перед Богом и сказали, пожалуйста, не люби их, он бы сказал, нет, я буду их любить. Потому что сказано, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее не может отлучить нас от любви Божьей. Поэтому сегодня найдите покой в Его любви. Знайте, что Он любит вас. Он никогда вас не разочарует. Вы Его дитя. Я хочу помолиться с вами. Вы стали свидетелями силы Божьей сегодня. И давайте верить Богу сегодня, что Он ответит на каждую нужду в вашей жизни. Возложите все ваши заботы, не большинство, а все ваши заботы на Него, ибо Он печется о вас. Драгоценный Иисус, мы приходим в вере, зная, что на каждую нужду, будь то духовную, эмоциональную, физическую, финансовую, приходит ответ Господь. Мы соглашаемся. Ты сказал, если двое согласятся, будет им. Мы воздаем тебе хвалу. На нужду приходит ответ. Мы воздаем тебе славу. На нужду приходит ответ. Мы соглашаемся сегодня, Господь, в наших сердцах, в духе, что приходит ответ на нужду в прекрасное и великое имя Иисуса. Нас смотрит женщина. Вас зовут Элизабет. У вас проблемы из-за рака. Врач сказал вам, что у вас рак. Отец, во имя Иисуса, мы запрещаем раку в жизни, Элизабет. Исцели этот рак прямо сейчас во имя Иисуса. Вы переживаете сильное тепло на себе. Когда я говорю, дорогая Элизабет, Бог исцеляет вас. Бог исцеляет вас прямо сейчас. Примите исцеление во имя Иисуса. У кого-то инфекция в левом легком. Есть мужчина. Вас зовут Джордж. Джордж, у вас были проблемы с вашим легким, с вашим левым легким. Дорогой Господь, благослови его исцелением прямо сейчас. Прикоснись к нему, Господь. Пусть произойдет твое великое чудо. Прикоснись к Джорджу во имя Иисуса. У кого-то опухоль на шее. И вы только что были исцелены. Я вижу припухлость вокруг глаз. Есть женщина. У вас припухлость прямо вокруг глаз. Я не знаю, из-за чего это. Все, что я знаю, Господь исцеляет вас. Господь исцели каждого человека, который призывает твое драгоценное и прекрасное имя Иисус. Аминь. Послушайте, мне не нужно говорить, что вы исцелены. Когда вы молитесь и верите Богу, именно имя Иисуса дает вам чудо. И помните, поддерживайте Его работу, чтобы Он мог благословить вас финансово. Потому что, когда вы даете, вы получаете. Я только что вернулся из Папуа, Индонезия. Один миллион шестьсот тысяч людей пришло на два вечерних служения. И тысячи были спасены и рождены свыше. И я лечу в Болгарию, в Украину и Армению через несколько дней. И когда вы поддерживаете Евангелие, вы помогаете мне служить по всему миру. И я буду впервые в Болгарии и Армении. Я с нетерпением ждал поездку в Армению несколько лет. Я ожидал, что Бог откроет дверь для проповеди Евангелия в Армении, в Ереване, Армении. И я буду там через несколько дней. Поэтому помните, когда вы жертвуете, Он обещал, Он не может лгать. Слово Божье да и аминь навсегда. Когда вы поддерживаете Евангелие, Бог благословит вас. Он отменит ваш долг. Он благословит вашу жизнь во всех отношениях. Потому что Господь не может лгать. Он сказал, «Давайте и дастся вам». И не только дастся вам. Но Он сказал, «Мирою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную». Переполненное означает избыток. Переполненное означает, что не будет жизни от зарплаты до зарплаты. Переполненное означает, что у вас будет достаточно для ваших детей и внуков и дорогих вам людей. Переполненное означает, что вы сможете поддерживать Евангелие в грядущие времена. И Бог хочет благословить вас финансово. Об этом сказано в Его Слове. Вы приводите в действие закон даяния, когда жертвуете, когда сеете семя в Его работу. Мы верим, что Евангелие Иисуса Христа — это ответ для всего человечества и всех проблем на земле. Евангелие, Евангелие и только Евангелие — это ответ. Пастор Бенни Хин горит огромным желанием достигать погибающих исполняя великое поручение. Идите и по всему миру и проповедуйте Евангелие. Я говорю о человеческих душах, женщинах и мужчинах по всему миру, которые еще не слышали благую весть о спасении. И это наш долг, великая привилегия. Наша ответственность рассказать им, кто готов. Никто. Иисус пришел отдать свою жизнь за каждого человека, за вас и меня, чтобы у нас была привилегия рассказать об этом всему миру. Удивительно.